Добрый день! А за что вас остановили? Сейчас, подождите. Оля, сейчас я тебе звоню. Инспектор, за что остановили? А вы кто такой? Я потом объясню, кто я такой. Да мне надо потом объяснить. За что вас остановили, батя? Меня остановили за то, что я взял трубку, когда позвонил в телефон. Минутку. Видео есть? Есть. Покажете водителю? Да не надо это. Я действительно взял трубку. Послушайте, поймите, из-за таких, как вы, страдают другие. Знаете почему? Потому что вы согласаетесь с тем, что ему лишь бы выписать постановление и забрать у вас вот эти несчастные гривны. Понимаете? Суть же не в том, что вы взяли, все может быть. Он не может вам доказать конкретно, что вы взяли. А вот сейчас этот подонок выпишет вам постановление. Не за что. Вы уже постановление пишете? Еще пока ничего не выписываем. Вы уже дело рассматриваете? Я еще ничего не рассматривал. Кто вы такие вообще? Кто мы такие? Да. Мы люди, которые помогаем обычным водителям. Как мы помогаем? Да вот так вот. Как мы помогаем? Вы что-то против меня имеете? Да. Вы против меня что-то имеете? Я же с водителем разговаривал. Что-что? Сергей Фудорович, ознакомлю вас со статьей 268. Право граждане, которые притягиваются к административной ответственности, имеют право ознакомиться с материалами дела, заявлять подависи на двору? Причина, адвокат, немногого специалиста, вы просто права. Пользоваться условами переводчика… Если не понимаете языка, на котором ведется произвол, создавать постановление, постановление рассматривается в новом начале, мироводнина, который притягивается к административной ответственности. И, ст. 63, реализует о том, что вы внесете ответственность в каждое поистине против себя и своих лицах. Для тех, которые останавливаются законодательства. Вам все понятно? Понятно. Каким-либо своим правом желаете вас проблемить? Конечно. Адвокат есть, адвокат есть. уходят вас пора за ней никаких давать правильно красавица на 103 63 видео будете смотреть конечно будет еще воспользоваться адвокатом адвокат есть ладо посмотри какой ты хитрожопой сейчас мы вам поможем ни хера себе ты шо друзья вот опять слесоруг разводит обычных водителей которые посмотрите работает на грузовике зарабатывают копейку какую-то а эта мразина ему пытается выписать чтобы понимали постановление за то что разговаривал по телефону вы можете вообще вдуматься что этот ублюдок несет это слесоруг первый батальон пятая рота слесоруг ты шоу вообще уже с ума сошел скажи мне пожалуйста то с ума сошел я обычный человек который помогает другим обычным людям так ведите себя нормально да мне она по барабану как я себя веду с тобой понял потому что ты уважение как полицейский не вызываешь ни у кого тебя должно это интересовать ты служишь народу украины я зимбабве я за людей я гражданин зимбабве которые переживают за людей украины понимаете да я буду тебя да я буду тебя урода троллить а вы себя лучше посмотрите в зеркало наведите там где тролли где зеркало вот это зеркало наведите где зеркало камеру не трой под наведите там увидите под давай показывай мне видео я вам еще показывать будешь пока будешь я тебе сказал был вы же понял кто вы чечет ну я не знаю что вы чучело галима что вы так на себя говорите вообще забей как я на себя буду говорить когда я буду на себя говорить я буду на себя сейчас я вижу перед собой чучело в форме сидит просто чутьще так промокрация целом олимой мой господин будешь меня называть понял не просто добавили яotta я для тебя бакиvas да я для тебя батя что давай выходе он гранат мама давай а ведь ма чинная война нет войска и проколок я пневмо цену по данным я буду тебя воспитывал и обоплокали я буду тебя воспитывал я не пользуюсь а что вы там жрете да что там водичку попиваете да хотелось бы пожрать там есть что нибудь куличек хочу я тебя угощу почему там гостить давай показывай видео видео показывай сука чучело вот чучело смотрите есть одна сами ночью на битых приусах хотят трудягу сейчас пойдем к Алексею Михайловичу Алексей Михайлович такая петрушка интересная значит остановили это адвокат Алексей Михайлович остановили с лесорук остановил и хочет отца наказать за то что он разговаривал по мобильному телефону вы представляете да мало что ли вы сделали мало ли что вы сделали вы еще не нарушили поймите он вас просто сейчас накажет на сколько там 51 гривна по моему не сам сама суть вы понимаете вот этот подонок занимается такими вещами я же не знаю это хорошо что понимаете мы рядом вот были вот здесь и увидели что они вас пытаются остановить и пытаются вам что то вменить а вот еще подмоа приехал да да он документы понял пояснили ничего он спросил почему разговаривал я сказал сейчас перезвоню и положу не будет камера не была по моему включена я думаю что надо в первую очередь ознакомиться с материалами не надо обучение разговаривать я вам покажу что вы разговаривали вели диалог а как они ехали да а вы ка не дадите ну я ехал а я не ехал да ну никакого я не думаю это оказалось что есть более разговаривали это вести диалог не должно быть не я вам понял что сказал я перезвонил жил что такое пускай сейчас вам предоставят фактические данные того что вы действительно что-либо это разговаривали если вы добрый 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 что там случилось вы по вызову а что приехали а кому мы к ребятам идем поздоровались гражданами нельзя наздороваться не но уйдет нельзя филонит ребята подождите давайте ваши удостоверяйте товарища не 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 мы обращались туда идите да не не а сейчас мониторингу не вызывать а что без человек вообще правильно инспектор он здоровый был нет вот и человек просто ну какой позыв был останавливаться здесь чтобы поздороваться просто поздороваться если сейчас каждый патруль подъедет поздороваться что будет в Харькове мы не сможем задержать сотрудников которые там совершают преступления инспектор пойдите позвоните позвоните я говорю позовите этого с лесорука пусть идет сюда он водителя задерживает будьте так любезно да с лесорук конкретно с лесорук вот так вот задержание а вы именно присутился да подойдите к нему а по полу да да сейчас будьте так любезны если вас не затруднит я то спрошу вряд ли она будет своей иди сына отсюда батька иди к бате к бате иди показывай холоп нарушение где человек едет и разговаривает конкретно по мобильному телефону я с вами рассматриваю дело а уже начали рассматривать дело смотрите ваш автомобиль видите вон 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 дайте адвокату посмотреть вон 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 предупреждали процессы Ну все, все Про вид клады наружу справа Будем на большом экране смотреть Потому что фактически хотят Вменить вас за то, что А ты уже принесла распечатывать, да? Нет, я думаю, что это однозначно Мы вам поможем Бесплатно, но поможем Будем подключать мониторинг Сейчас еще вы договор не заключен Поэтому мне и бланков нет Но я человеку рекомендую сейчас Вы же ознакомились с правами? Конечно Ну все, вы имеете право воспользоваться Сейчас я вам дам листики, я так понимаю Или у вас есть листики, дадите человеку Для чего? Для вид клады наружу справа заявление Ну давайте Давай, давай Сейчас как раз подъедем и объясним Вот этот раз в дне Вы понимаете, что вообще происходит? Мы просто вот этого полицейского уже неоднократно видели Вы вот в ютюбе посмотрите И под этим ссылку Как себя человек ведет первое Что он вообще себе позволяет? Мы неоднократно руководству информировали о том, что данный человек есть Получается, нарушает закон Иногда у него неадекватные поступки, к сожалению Возможно, что-то есть именно надо со здоровьем И он не хочет вести себя так, как подобает полицейский Он постоянно что-то выполнит, чтобы привлечь неправомерно Все постановления его защиты Мы отменяем в суде О чем это говорит? Наверное, что это как-то профнепригодность Он некомпетентный Смотрите, вы в ютюб смотрите иногда? Ну, иногда, да Зайдите, посмотрите, канал называется «Вадос Хариков» И посмотрите про вот этого полицейского Это люди, которые тоже заинтересованы Свои интересы не имеют Так я не пойму, кто... Мы вам помогаем, запомните Я познакомил у вас доказательства, не смотрите Там, я не помню Не сильно видно Смотрите, можно по 22 по малозначности Разойти 10 Значит, давайте договоримся так Чтобы они не теряли свое время Устное предупреждение Вы согласны? Вы согласны? Да, устное предупреждение Не-не-не, давайте перенесем Не время Это люди заинтересованы в видео снять Да нет, ну я понимаю, заинтересованы А вы в чем-то делаете? Ну, у меня тоже нет особо времени Потом ездить на перерассмотрение Вот так вот, вот так вот А хотел постанову только, чтобы выписать человеку Хотел выписать постановление? Я делаю по закону Слышишь, ты закон Показал доказательства Какие доказательства? Возможно, не сильно видно, отчетливо, четко Внимательнее будьте Дорога шумок не прощает Столько вам лет? Стану за какое значение это имеете? Очень большое Не, сколько? Вы поняли? Так вот, я за рулем больше Ну, это хорошо На самом деле это не повод к гордости, это ваше обязанность Это лаванская граница Давайте сделаем так Устное предупреждение Повнимательнее будьте Всего хорошего А что ты, подожди Ты обосрался или что? Слесоруб Скажи мне, ты обосрался? Будь полицейским Ну не будьте именно ссыкуном Скажи, ты обосрался? Почему ты не можешь перенести дело? Для чего? Чтобы вы приехали и видео снимали Подожди, я тебе скажу так Если бы мы с адвокатом не подъехали Ты бы ему вынес бы постановление Но я всегда действую по закону По какому закону? По какому закону? Ты знаешь хоть норму закона, хоть какую-нибудь Я ее знаю лучше, чем ты, чтобы ты понимал Более в Зимбабве приехали Конечно, в Зимбабве таки Как ты нету Я говорю, таки Как ты нету Понял, батя меня зовут Да нет, да не в Атос Он как-то по-другому представлялся Батя меня зовут Как Сутулы или как-то Ватос Сутулы? Ватос 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 Ватос? Ватос Это кто такой? Представляю Ну, земля Я так представляю Ты что, с кукушки упал? Ватос Ты с кукушки упал? Или нет? Нет, я Вадим просто Ватим просто Называй меня батя Ватос Какой батя? Ну ты обосрался, ну скажи Ну ты обосрался? Ну я ему говорю, я не его сын Он говорит, батя, батя Слышь, чегол, ты обосрался? Ну скажи, ты обосрался? Перенести дело От чего? Ну давай перенесем дело Ну давай перенесем дело Ну давай перенесем дело Ну покажи, насколько ты грамотный Что ты так хочешь? Ты, блядь, вообще сядь машину и потеряйся отсюда Понял? А ну сделай А ну сделай Ну сделай Да потом увидишь Ну сделай Ну что увидишь? Ну сделай Ну сделай, ты провокатор голимый Да, а ты не голимый Нет, конечно Я людям помогаю Кому ты помогаешь? Я людям помогаю Вишь человек уехал без постановления Я думаю за деньги ты им помогаешь За деньги? Ты уверен? Тебя жаба давит? Конечно Жаба давит или конечно? Ну так сел в канарейку и смылся отсюда У меня нет канарейки Понимаешь? А чего ты взял, что это моя машина? Ну что я знаю, что это твоя машина С чего ты взял? Потеряйся отсюда Потеряйся Сел в канарейку И сел в канарейку Чтоб я просто не матерился, понимаешь? Ну так как ты нормально общаться не умеешь Нет, потому что ты влез в разговор, когда я с этим ублюдком разговариваю Я с тебя не трогал Я с тебя передо мной с камерой Я с тебе уже говорил Такой ублюдок Ну покажи мне Ну покажи Ну покажи Тут много с камерами стоят Да кто? Того много Много с камерами Слышь, вот еще один ушлепок Ты так с камерами Ладно, ладно А то этот человек снимает Или потом положит что-нибудь в YouTube Ну ты просто обосрался Ну скажи, просто обосрался Так строителем вроде бы работаю Чувак, я строителем работаю Ну ты из себя что-то строишь Я кирпичи таскаю Да? В отличие от тебя Перерыв или что обеденный? Нет, я работаю каждый божий день Кирпичи таскаю Давайте теряйтесь отсюда Гаврики Тачку без номеров Веду Шо шо шо? Тачку без номеров Веду Какую тачку? Какую тачку? Твою Какую тачку? Тачку без номеров Покажи Ну передо мной Ну покажи Ну покажи Люди не видят Где Они видят Сними себя 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 ты опять обосрался в очередной раз а так бы мог бы вынести постановление человеку слышишь слесоруб друзьяки но вы видели вот этот разговор был просто с теми полицейскими которые не достойны служить у нас в городе Харькове в полиции они кроме как покошмарить вот таким образом людей они не могут раз когда вступил в дело Алексей Михайлович он наверное логически подумал что скорее всего Алексей Михайлович его накажет только в рамках закона Алексей Михайлович прокомментируй что это вообще было только что почему вот так вот произошло то бишь если бы мы не подъехали я считаю что была бы постанова срок опять у нас нарушил так как 284 статья предусматривает что письменно только письменно поэтому уже можно как бы кто увидит это видео из мониторинга от рейгера вынести на данного лицо служебную записку и привлечь его постановку это если у нас действующий орган если он есть у нас управление полиции он действительно будет наказывать полицейских которые нарушают закон и не выполняют инструкции я думаю не будет если не сделают подтвердят что к сожалению ничего не изменилось и не изменится относительно действий все увидели сами он просто напросто уехал полицейский который якобы что-то я так понимаю они на собственные телефоны караулят подсматривают что-то там такое видео такое впечатление что именно как он вел негласность лечить да ты что наблюдения да за этим человеком за дедушкой бедным так вот когда дедушка рассказывать начал какой он все-таки ну как бы прошел жизненный путь слесорог просто жует жвачку под своей маской к чему это приводит хамят к сожалению никакого изменения не происходит руководство Харькова и Киева поддействуйте как-то на этих сотрудников уже неоднократно предупреждаем это Икутенко Евдя Кимин там слесорог это вот те персонажи которые ну на них надо обратить внимание потому что будет горе которое потом к сожалению уже не исправить поэтому пожалуйста посмотрев видео Андрея Герой привлеките к ответственности именно так который предусматривает цереблянный устав а не просто мы его там депримируем или что-то еще когда выдуманное наказание которое не существует поэтому будьте пожалуйста бдительны не оставь шанса мусором ран ран ну вы знаете что дело подъедем дальше не оставь шанса мусором ран ран мусором мусором мусором